Привет, я Антонио Сантена, основатель канала Real Men Real Style. И сегодня, джентльмены, мы поговорим о том, как следить за своими бровями. Я дам вам пять советов по тому, как ухаживать и придавать форму бровям. Об этом не так много говорят, и, возможно, вы скажете, «Антонио, я не буду щипать себе брови. Зачем мне это делать? Пусть растут, как растут». Да, ребята, я понимаю это. Это все идет с того времени, когда мы молоды, и нам не надо заботиться ни о чем таком. Но со временем тело меняется, волосы, их количество и толщина, все меняется. И когда вы встречаете старика, у которого брови вышли из-под контроля, или мужчину всего с одной бровью, что происходит с вами? Вы отвлекаетесь и начинаете думать, что эти люди хмурые или сердитые. Просто вспомните шоу «Берт и Эрни», и он всегда выглядел угрюмо, потому что у него была одна бровь. Ребята, причина, по которой вы должны обращать внимание на брови, потому что это влияет на качество вашего общения и то, как люди вас воспринимают. Я хочу, чтобы вы поняли, что это более серьезно, чем кажется. Если не хотите сами заниматься этим вопросом, то сходите к вашему цирюльнику. Большинство мужчин никогда не спрашивает об этом парикмахера, но вы можете его попросить подстричь и ваши брови тоже. Он также может привести в порядок и уши, и волосы на шее. Все эти лишние волосы надо убирать. Можете пообщаться с профессионалами этого дела, сходите в салон, и все будет сделано. Давайте поговорим об этих пяти способах. Номер один. Это просто выщипывать брови. Это немного больно, но я сам так делаю довольно часто. И у меня тут есть маленький мостик между бровями. Так что где-то раз в две недели я их выщипываю. Потом остается краснота где-то сутки. Так что я не делаю этого перед тем, как пойти куда-то. Лучше позаботиться о бровях заранее. Скажем, в воскресенье утром отлично подойдет. К понедельнику уже ничего не будет видно. Этот способ самый простой. Да, немного больно, но отлично подходит, чтобы у вас не было сросшихся бровей. А также, если вдруг появляются волосы вокруг, просто в сторону растут. Выщипывать их тоже очень просто. Виды щипчиков. В предыдущих видео мы обсуждали инструменты для стрижки, в большинстве для ногтей. Но я упоминал и щипчики. Я хочу упомянуть сейчас два вида. Одни закругленные и угловые. Оба варианта хороши, просто убедитесь в том, что они качественны. Эти у меня сделаны компанией Apex. Также я рекомендую Zemberg, потому что они производят все прямо в Германии. Самое главное, это уделить внимание качественному инструменту. Номер два, это просто подстригать брови. Можете использовать ножницы и расческу. Прикол в том, что когда мне исполнилось 30, я вдруг заметил, как эти ужасные толстые волосы начинают расти, и их становится больше, и они точно не собирались останавливаться. Тогда я брал гребень, расчесывал брови, и находил те, которые выбивались, и портили форму, и просто стриг их. Лично мне нравятся ножницы с круглым концом, так как каждый раз, когда я прохожусь рядом со своими глазами, у меня начинается паника, что я могу попасть себе в глаз. Конечно, вы можете использовать и кривые ножницы, которые для ногтей, или любую другую модель маленьких ножниц. Мой любимый инструмент для подстригания в этом случае будет Норлоку-5100. Мне он нравится, потому что у него есть защитная насадка. И еще одна причина, почему мне нравится этот инструмент, это когда я им пользуюсь, я могу просто водить по бровям и вообще не беспокоиться. Но все-таки надо быть внимательным. Я думал, что могу водить триммером сколько угодно, а один раз что-то увлекся и сбрил себе бровь полностью. Если вы посмотрите мои старые где-то год назад или полгода назад, так вот, если посмотрите мои старые видео, то можете заметить, где у меня нет половины брови. Я раньше об этом не рассказывал, но... Да, я ставил некоторые эксперименты. Вы можете также использовать и круглый триммер. Этот сделан компанией ВАЛ. Конечно, он сделан больше для волос в носу и ушах, но в любом случае вы можете им пользоваться, чтобы убрать волосы на веках. Это мои два самых любимых способа выщипать или подстричь. Насчет остальных методов, хочу подметить, что тут уже потребуется некое мастерство. Третий способ – это воск. Если вы соберетесь пойти продепилировать себя воском, то лучше пойдите к кому-нибудь, кто знает, что он делает. Будьте аккуратны, если будете делать самостоятельно. Возможно, спросите у жены или девушки. Они наверняка знают об этом больше. Другой способ – это депиляция при помощи нитки. Я знаю одну женщину, которая уверена, что это самый лучший способ. Это может помочь и вам избавиться от лишних волос. Но будьте предельно внимательны, так как применяя такие способы, как воск и нити, вы уже начинаете изменять и форму бровей. Я вообще не думаю, что мужчинам надо менять форму бровей. Да, подщипать срушившиеся брови и убрать лишние вокруг, но вот делать специальную форму с углами и резкими линиями – это не то, что нам надо. Пункт номер четыре – это брить. Опасная бритва. Моя любимая. Но не надо и пользоваться для того, чтобы подправить брови. И картриджная тоже не особо подойдет, потому что мы не сбриваем полностью брови и не придаем им форму. Мы не используем их. Иначе начнет появляться щетина, которая будет более толста. И это уже будет странно выглядеть и привлекать внимание само по себе из-за контраста. Есть моменты, я знаю, когда люди болеют, или есть еще причины, начинают выпадать волосы. Тогда я понимаю, если вы используете косметику и просто рисуете себе брови. Но, ребята, вы точно знаете, о чем я говорю. У вас в окружении точно есть кто-то, например, пожилая женщина, которая решила сбрить брови и нарисовать себе новые. Ребята, мы точно не хотим привести вас к такому финалу, так что не перегибайте палку с бровями. И, наконец, последний совет, это как бонус. Я предпочитаю немного больше волос. Ты мужик, это нормально иметь пышные брови, но лучше всего это подстригать их и немного выщипывать. Но если вы все-таки решились на воск, нитки или бритвы, будьте предельно аккуратны. Друзья, я бы хотел услышать от вас, что вы думаете по этому поводу. Практикуете ли вы уход за бровями? Может, есть какие-то советы, которыми бы вы хотели поделиться? Или если вы хотите узнать больше о продуктах, которые я рекомендую, заходите на сайт Real Men Real Style. Берегите себя. Увидимся в следующем видео.